Мы же не за рыбой, мы же на рыбалку. Да, за удовольствие. Именно так характеризуют свои увлечения те, кто дни напролет может проводить на льду водоемов вместе с удочкой. Рыбаки – одна из тех категорий зимних отдыхающих, которая из-за собственной халатности чаще всего становится жертвой холодной воды. Именно поэтому спасатели практически ежедневно выезжают на водоемы, где рассказывают о том, как правильно вести себя на льду и что нужно иметь при себе. Кого-то этому простому инструктажу учила жизнь. На счету тех, кто рыбачит уже не одно десятилетие, есть свои истории спасения. Было темно уже. Мы вдвоем были, я сам бы не спас. Один человек, я его держал за ноги, а второй палку подтянул. Достаточно долго погода способствовала безопасным условиям для нахождения рыбаков на льду. В отдельных местах толщина льда доходит до 30 сантиметров. Однако не везде. Именно поэтому спасатели просят всегда проверять плотность покрова палкой или специальным приспособлением. А когда ночной минус начнет чередоваться с дневным плюсом, сотрудники МЧС рекомендуют и вовсе отказаться от таких опасных увлечений. Ну и вообще какая толщина льда, знаете, безопасная? Ну, минимум 8-7 метров. Да, уже свободно. Но когда идет становление, это 7, оно значит будет больше. Кроме того, с собой у рыбаков должны быть спасательные жилеты. Причем желательно не в сумке, как это было у большинства наших респондентов, а уже на себе. А еще веревка с грузом на случай помощи другим. Кстати, нередко в числе тех, кого спасают рыбаки, оставленные без присмотра родители и дети. Лишенные чувства страха и воодушевленная жажда эмоций, они нередко становятся жертвами зимних забав, развлекаясь на тонком льду или у полыньи. В Резкой области зарегистрировано 7 случаев спасения людей. Из них спасли одного ребенка. Это тех, кто провалился под лед. Три человека, к сожалению, погибли. Поэтому, наверное, на сегодняшний день этот вопрос очень актуален. И работники городского отдела практически ежедневно посещают по несколько мест зимние рыбалки и напоминают рыбакам о важности соблюдения мер безопасности в период становления и таяния льда. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют изменение погодных температур, что может вызывать таяние льда. Именно поэтому сотрудники МЧС рекомендуют выбирать для отдыха более безопасные развлечения. И каждый свой поход на замерзшую водную гладь соотносить с тем, что показывает столбик термометра.